Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но сначала нужна диагностика. Сергей проводит ее с помощью старинных рун. Этот вред вы, собственно говоря, нанесли сами себе. Дали себе установку, дали программу. И теперь уже даже на подсознательном уровне вы эту программу, в общем-то, и осуществляете. Выяснилось, что сценарий одиночества Марине подарила гадалка. Черная магия на всех действует по-разному. Понимаете, вы живете по чужому сценарию. Сергей раскинул свои руны и через полчаса разложил Маринину жизнь, как по полочкам. Как такового венца безбрачия у вас попросту нет. По пути домой Марина решила зайти в церковь. Спросить совета у духовного наставника. Отец Николая пожурил ее за то, что ходила к гадалке и парапсихологу. А потом успокоил. Сказал, что на все воля Божья. Порча, сглаз, венец безбрачия. В церкви таких понятий нету, потому что над верующим человеком стала бессилен. Венец безбрачия Давайте сейчас попытаемся разобраться, что это за венец безбрачия. Такое у нас два лагеря. Ну, понятно, что в лагере, где присутствует священник, это будут все отрицать чуть позже. А здесь у нас, как вы уже видели, Сергей Рычков, парапсихолог в сюжете был. И Алена Орлова. Простите, мне назвали вас генетическая ведьма. Вот так вот. Я не обижаюсь. Ну, так вот написали. Алена, тогда давайте вы объясните. Это мужчина тоже касается этот венец или только женщина? Само по себе выражение венец безбрачия, оно появилось довольно недавно. И оно в основном трактуется как женщина или мужчина, которые не могут составить себе брачную партию. Но в действительности, на мой взгляд, выглядит все гораздо сложнее. И в каждом случае важен индивидуальный подход и рассмотрение каждой отдельной биографии. Давайте вот так по порядку. Смотрите, вот если девушка или женщина, она имеет каких-то партнеров, друзей, но вот замуж никто не берет. Это и есть венец безбрачия. Вопрос, что есть замуж. Если мы говорим о длительной связи, то есть гражданский брак, штамп в паспорте. Штамп в паспорте может быть поставлен, и на следующий день люди развелись, как пазочинка. Пошли и по священию развелись. Бывает, например, брак духовный, освященный церковью. И раньше только такой брак считался действительным. Все остальное было блуд. Поэтому говорить о том, что есть брак, очень сложно в наше время, когда изменились социальные установки. Более того, изменились приоритеты, изменились ценности. Алина, мы это очень глубоко копаем, давайте попроще все. Сегодня это что? Что такое сегодня венец безбрачия? Что это означает? Это одинокая женщина, которая не может найти себе патру? Это женщина или мужчина, которые не могут составить себе гармоничную пару для продолжения своего рода. А то есть встречаться с другими мужчинами, женщины, они могут. Просто вот длительность. Да мы говорим про длительные отношения. Они могут общаться с кем угодно, они могут иметь половых партнеров, что в принципе тоже совершенно нежелательно, потому что это все транзиты чужих переменных энергий, которые заряжают человека той же энергией своей. А вот бесплодие, это тоже элемент безбрачия? Бесплодие и безбрачия мы не будем путать. Это разные вещи все-таки. Может вне брака родить женщина. И мужчина вне брака может зачать огромное количество детей, о которых он иногда не подозревает даже. Да. А вот все, что касается... Сергей, все-таки, а ваша версия, все-таки это что такое, вот этот венец безбрачия? Это, вот правильно тоже сказал Алена, все абсолютно так оно и есть? Нет, у меня несколько иная версия, и в общем-то я считаю, что это реально так. Это родовое, это программа, которая работает, это, скажем так, с родней, есть такой народный диагноз, да, это проклятие, родовое проклятие, наверное, знаете, что какие-то события передаются от поколения к поколению повторяющиеся. А кто на этот род наслал? Это, в общем-то, большей частью виноват тот человек, скажем, предок, да, и передает эту программу потомкам. Передается не только... А вот на этого предка кто это на наслал? Он сам. Относил сам себя к этому. Как правило, сам. Ну вот сейчас смотрите, засилие, да, любую газету возьмем, такого, скажем, эзотерического характера, и там доминируют такие объявления. Сделаю приворот. Безгрешный приворот, как безгрешным может быть приворот, непонятно. То есть приворот, это уже есть путь к безбрачию, да? Приворот, приворот и делают это, да, это путь к безбрачию. Что вы боитесь, не так разве? Приворот, это насилие, это энергетическое изнасилование судьбы и тела другого человека. Хорошо, Ален, а вот реально, вот вы, знаете, вот вы генетическая ведьма, можно приворожить одного человека к другому? Значит, я вам сейчас скажу, приворожить можно, но я это считаю преступлением. Ну, это можно сделать. Ну, если делают, значит, можно. Сергей, это реально как приворожить? Реально, ко мне очень много людей приходит с этим диагнозом. И действительно приходится им помогать. Мужчина просто становится неадекватен в своих действиях и поведении. То есть это реально сделать? Реально сделать. А вот у нас сидит Роза Сибитова, первая слава России, она утверждает, что это ерунда. Что вот только она может в тесто свести, никаких приворотов не надо, правильно? Ну, вы знаете, есть такое выражение, мы любим то, на чем трудимся, и трудимся на тем, что любим. Поэтому человек, который говорит, на мне венец безбрачия, мне сразу хочется его спросить, а что ты сделал для того, чтобы у тебя было хорошо? И чаще всего, кроме как каждый день к гадалкам, он больше ничего не делает. А на самом деле целая технология, если надо заниматься, знакомиться, встречаться, сейчас хорошие возможности интернета. И вообще, собственно говоря, чтобы понять, насколько вы там, есть у вас что-то, проклятие или нет, проклятие, проверьте. Ну, это опять-таки путь на то, что найти партнера, пусть не на неделю, на две, на три. Где гарантия того, что вы потом дальше будете с ним общаться? А гарантии никто не дает, даже Господь Бог дает только возможности. А гарантии вы определяете сами. Умеете вы это делать или нет? Вы не противоречите, то, что говорит и Сергей, и Алена, на самом деле, не то, что это внутренняя наша программа, вот этот венец, мы сами на себя закладываем некую программу. Я понять не имею, есть ли венец безбрачия, единственное, что я говорю, что я в это особо как бы не верю, причем как все это практик. Я считаю, что вы плохо трудитесь на своей судьбе, вот и все, ничего не делайте. Все-таки нужно к более высоким каким-то инстанциям обратиться, я имею в виду протеерия Александра Макарова. Я понимаю, вот этот святильник там в сюжете сказал, что церковь к этому относится, я знаю как, это понятно все. Но кто же, вот я, например, объясню, что верующий человек, да, я все равно вот верю в то, что существует и приворот, возможности есть, да, только и сам человек. Вы знаете, я по первому образованию инженер, и поэтому, когда слышу слово энергия, говорю, а где стрелочка мультиметра? Я знаю, что есть колдовство, и вот все эти привороты, отвороты, снятия порчи, это колдовство. И это все очень вредно и очень опасно. Это почему-то греховно, это понятно, но оно же существует. Конечно, и как только вы обращаетесь к австрасенсу, вы вступаете в контакт с темной силой. Потом не жалуетесь, что с вами что-то случилось. Порчу наложил. Если какие-то проблемы есть, у нас есть два способа решения. Или пойти в храм, там будем исцеляться от Бога, или обратимся к врачу, потому что врач тоже от Бога по священному писанию. А все то, что связано с ведуньями, колдунами, гаданиями, вот этими манипуляциями руками хиромантий, это, простите, еще в Ветхом Завете все было запрещено и сказано, да не будет у вас ни колдунов, ни ведьм, ни гадалок. А в Новом Завете тоже есть вот на это что-то указание, когда люди вроде приходят, о, экстрасенс, там ведунья, иконы висят, еще что-то. Вот, безусловно, есть, но мы помним такой эпизод, есть, когда некие прорицатели, некие гадатели сказали, там пытались изгнать беса из бесноватого именем Иисуса Христа. Потому что, да, потому что некоторые сейчас действительно придешь к ним, как бы и верующие, и крест там не путят. Так вот, этот бес сказал, Христа знаю, Павла, который его проповедует, знаю, а ты кто такой? И побил вот этих вот пытавшихся сказать бесов. То есть, мы опять же ищем ответ извне, а ведь на самом деле ответ находится в воспитании, ведь многие девочки сегодня очень требовательны и очень закомплексованы. То есть, если вы считаете себя дурнушкой, то значит, следовательно, ведете себя как дура, понимаете, да? А вот как удачно выйти замуж, даже если вы последняя дура, узнаете сразу после рекламы на канале ТВ-Центр. Вы смотрите «Время мечта. Венец без врача». Снимаем спор, что тоже пытаемся прямо в прямом эфире, что это сделать, не знаю, что... Бесплатно. Бесплатно, естественно. Те, кто смотрит, сейчас все это произойдет. Хотя вот, если эта церковь православная у нас, конечно, за это не полюбит очень сильно, но тем не менее. Я вот, например, в это верю. Так вот, Алена у нас присутствует Орлова и Сергей Рычков, парапсихолог Сергей. И Алена Геннадьевич, все видно. Давайте начнем вот с наших ведущих. Алена, вот Оля очень переживает. Вот как у нее с венцом там, вот что у нее делать? Давайте я начну с того, что прежде всего скажу, что это очень серьезно, ответственно и голословно верить людям, незнакомым, неавторитетным. И самое главное, просто вот из любопытства нельзя. Потому что таким образом вы подсаживаете себе программу, которую вам буквально в этот же момент и подклеит судьбу. Ну, об этом было сказано. Понимаете, да? Это неэтично. Я не имею на это право. Если бы я говорила рядом с человеком, сакрально, Оля согласна. Но есть какие-то факты, которые вы как женщина поймете, что их не надо озвучить. Значит, какие факты как женщина? Я могу сказать, что в этой аудитории 40% несчастливых женщин. А ну-ка поднимите-ка руки, кто считает себя несчастной женщиной. А из чего вы делаете такой вывод? Я говорю о том, что они не нашли для себя партнера, которого могли бы с полной очевидностью назвать своей судьбой, своим любимым мужчиной и чувствовать себя любящей и любимей женщиной. А вот Роза, она счастливая женщина? Во всех времена брак и счастливые, это была большая редкость. Так что, знаете, ты говоришь, что 40% неишь, 40%. А Роза счастливая женщина? Объясню. Роза, Роза, уверенная в себе женщина, и уверенность женщины в себе в наше непростое время, когда аккумулировалась именно женская энергия на планете, потому что мужская ослабла. Роза счастливая женщина, даже без мужчин. Послушайте, пожалуйста, красный микрофон. Алена, здравствуйте. Вот мне гадалка нагадала, что я до конца этого года должна выйти замуж. А вот жениха еще нет. Позвольте, позвольте. Реклама от своей гадалки. Значит, что я хочу вам сказать. Если вам нагадали, что вы должны, значит, слово «долг» имеется в виду по отношению к кому. Кто вам должен? Она сказала, что ноябрь-декабрь этого года точно. Вы хотите, чтобы я опровергла или подтвердила? Я понимаю, что вы очень хотите, чтобы я подтвердила это, да? Я хочу просто узнать. Очень похуже. Приходите ко мне, я дам к декабре жениха. Замуж вы в этом году не выйдете. Нет. Не выйдете. Поэтому, когда появится претендент просто на ваше внимание в свободное время и даже на ваше тело, не растянивайте его с точки зрения «всё отдам», потому что это тот, который нам не выйдет. Но, но всё-таки, но знаете, всё-таки, поскольку я не сироза, мы вот вас познакомим с ней, а я думаю, что она кого-то вам хотя бы... Нет, я пьюсь. А вот вы сами, счастливая в браке или нет? Я вам сейчас скажу. Я замужем более 20 лет за одним и тем же уважаемым мною человеком. Но счастливый брак и редкость? Счастливый брак говорит тогда женщина, что она счастлива, когда она развивается и реализуется в том числе как личность. Посмотрите на меня, пожалуйста. Я личность. Вы очень красивая. Я замужем больше не красивее. Сергей, вы хотите узнать, как вы это что, как вы увидели просто девушку и сказали, да, у неё там вот это... Всё, вы видите, я вот сейчас... Я вижу не только тело, я вижу определённые программы, энергетические программы, которые, скажем так, обычным взглядом они невидимы. То есть вот это, в общем-то, и... Это парапсихология. То есть это наука, которая, в общем-то, и изучает взаимоотношения человека с людьми. А можно я вот мне развить это? Могу я вот так же? Понимаете как? Конечно. Вот есть человек, который владеет расшифровкой УЗИ, и сам настроен как УЗИ, а есть человек, который настроен как ведущий телевидения. Да. Но ведущий телевидение можно стать вот так же видеть, да? Это реально. А вот, зрителям, нам с чего начать? Что тренировать надо у себя? Что делать? Первый шаг? Вы знаете, что самое интересное? Ну что, подождите, послушайте, ответ. Ну, в общем-то, надо сперва, скажем так, стать учеником того человека, кто этим всем владеет. У вас родители ученики? Пожалуйста. Надо сперва, чтобы человек понял, а зачем ему это нужно? Понимаете, не у всех психическая такая возможность осмыслить то, что с ним потом произойдёт. Интересно, как он видит, а я нет. Мне тоже девушка хочет вот так вот... А вы знаете, сколько лет лежит Кащенко в Ганнушкино после того, как они прошли некоторые курсы? Поэтому пусть занимаются своим телом. Сергей Владимирович, давайте вернемся к теме, о которой мы говорим, винив безбрачия. Возможно ли от него избавиться? Вы говорите, это родовое проклятие. Это легко, сложно. Женщина безбрачия избавиться, на самом деле, очень трудно. Это достаточно сложная кармическая программа. И хотелось бы ещё раз всё-таки сделать акцент, акцентировать внимание женщин на том, что, я говорю, очень много приходят, особенно молодые девушки, с просьбой о том, чтобы приворожить вот того-то или того-то. Понимаете? То есть, если он сам не хочет, то его можно заставить. И поверьте мне, это реально действует. Я говорю, вот эта куча рекламы, но там из десятиксная карма, это то, что исправить нельзя в принципе. Она не исправляется по учению индусов. Потому что никто не увидел её проблему, не просканировал. Потому что эта девушка хочет говорить, и у неё есть тема для разговора, она очень расстроена, что ей не дают возможность эту тему озвучить. Вам не надо сказать, говорите, пожалуйста. Вы чего? Чего расстраиваете? Ну, вот это общий, общий уже. Тихо, давайте послушаем. Всё ж такая прям проблема, что плакать надо. Да, можно к вам после эфира подойти. Дедочка, я к вам сама подойду, я всё уже поняла. Только не надо так расстраиваться, жизнь прекрасна. Пока человек жив, всё можно и верить. Алена, если вам не сложно, вот подскажите мне, я вот дважды была замужем, и хотела бы найти себе спутника жизни. Что вы хотите от меня? Я не имею количества мужчин, которые могу достать из рукава. Это я. Пожелайте. Я хотела бы узнать, что мне делать? Что вам делать, для чего? Да, ну, может, действительно, во мне тоже есть вот венец безбрачия. Ваши мужчины покидают вас сами, или вы от них освобождаетесь? Ну, первый, может сказать, я освободилась, а второй сам ушел. Я так полагаю, что вы просто идёте по циклу определённому, у вас этот цикл задан мамой и бабушкой ещё, понимаете? Это своего рода вирус. Вот как в компьютер бывает вирус внедряется, так же и в биоэнергетику человека, в его суть кармическую внедряется некий вирус. Почему он там появился, это надо рассуждать отдельно. Отдельно. Ну, как бывает выражённая биология, так и энергетика. Вот это, у этой женщины, это нет. Спасибо. Эта женщина не имеет безбрачия, потому что у неё нет и бесплодия, понимаете? Эта женщина, она просто не нашла мужчину того, которого она смогла бы... Ну, то есть это кровь. Короче, это кровь. Никто не обратился к отцу Александру, а все обращаются... А ничего удивительного, дело очень просто, понимаете? Наши деды, которые имели два класса образования в церковно-приходской школе, придя сюда, сказали, что это колдовство. Да это же мракобесь, это чушь, бежать отсюда скорее. Мы, в 21 веке, имея письмо академиков, лабирских лауреат, ну что церковь мракобесь, образование религиозной в школе, зачем? И вот поэтому у нас нет религиозного образования в школе, мы это слушаем, наукообразные слова, и поскольку мы мало что знаем, это так на нас всех влияет, что ничего удивительного. В храм-то пойти, понимаете, там нужно ведь труд приложить. Там над собой бороться, с собой над грехами. Я с вами согласен, но... Отец обратился и всё. У нас сразу заплатили там сколько-то. Отец Александр, я бы не стал просто всё огульно отрицать. Вот единственное, что я бы всё-таки пытался исследовать, потому что безусловно что-то... А я не отрицаю, я не отрицаю, это есть и Бог, есть и антипод. Вот что вы выберете, куда вы пойдете, в храм или снимать венец безбрачия? Мы пойдём скоро, скорее всего, на выборы. Вынуждены вас прервать, поскольку пришло время подвести итоги нашей сегодняшней викторины. И так... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok